Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о такой разновидности садовых лилий, как трубчатые гибриды. Эти лилии отличаются тем, что у них цветки имеют на своем конце как бы трубочки, они такие крупные, франковидные. Это одни из самых крупных цветов на наших участках. Вот эти лилии высокорослые, они могут дорастать до метра двадцати, до полутора метров. Практически все сорта трубчатых лилий имеют запах. Запах такой пряный, запах сильный, поэтому если у кого-то есть проблемы с тем, что они переносят запах лилий, то трубчатые лилии можно заменить какими-то другими сортами лилий. А вообще в саду, когда цветет лилий, сразу заметно чувствуется вот этот вот запах. Несмотря на всю красоту и приятный запах, не стоит оставлять букеты с лилиями на ночь в спальне, потому что можно получить головную боль. А в основном эти цветы служат только украшением и вызывают только положительные эмоции. В чем особенности посадки трубчатых лилий? Трубчатые лилии прекрасно зимуют, но в первые года два их нужно все-таки будет укрыть на зиму лапником или листвой. Они цветут только на солнце, поэтому для них выбирайте солнечные участки, хорошо дренированную землю, чтобы она хорошо пропускала влагу и вода там не застаивалась. И обязательно в период цветения вносите удобрения. Но об этом мы расскажем уже тогда, когда лилии зацветут на наших участках. А сейчас смотрите, обратите внимание на луковицу. Луковица трубчатых лилий обычно бывает крупнее, чем восточные и азиатские гибриды. Когда вы приобретаете луковицу, особенно трубчатой лилией, смотрите ее состояние, потому что вот эти луковицы быстрее сохнут, даже чем у других лилий. И сажать ее нужно как можно быстрее после того, как вы ее купили. Если вы купили ее рано, сажать ее нет никакой возможности, тогда эту луковицу храните в помещении или в каком-то месте, где температура не выше плюс 8 градусов. Многие при покупке смотрят, есть ли росток или нет. Но это не самый главный аргумент при покупке лилии. Главное смотреть на донышко, чтобы донышко было здоровым, чистым, без плесени, не сухое. И вот здесь вот даже еще появляются какие-то уже корешки. Если вы купили лилию, которая тронулась в рост, и у нее обозначился росток, если он небольшой, то примерно вот такой вот, как здесь, то вот такую лилию тоже надо держать в прохладном помещении и следить, чтобы этот росток дальше не рос. Вот эта вот прохладная температура может его затормозить. Если все-таки лилия идет в рост, обязательно посадите ее в горшок, горшок должен быть довольно-таки большой. Возможно, такой вариант, что она у вас к малю и зацветет, ничего страшного, она у вас проживет в горшке, а потом осенью вы ее уже пересадите на место. Особенность трубчатой лилии, что она любит щелочную почву. На кислых почвах корни этой лилии не берут из почвы питательные вещества в том объеме, который им нужно, и поэтому растение получается чахлом, плохо цветет. Трубчатые лилии не переносят затенение вообще, даже если на них падает тень от ближайшего строения. Поэтому не сажайте их под деревьями и сажайте их в таких местах, которые практически всегда освещены солнцем. Надеюсь, наши советы убедили вас, что все-таки трубчатую лилию есть смысл посадить у себя в саду и любоваться ею. А дальше мы расскажем, как правильно ее высадить в сад и как вырастет вот этот прекрасный очаровательный цветок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok